После комментариев под предыдущим роликом, многие писали, что наши ролики помогают изучать устройство электромобилей. Так вот, хочу провести небольшой тест. Как провести поиск пробоизоляции внутри батареи? Своё мнение напишите в комментарии под видео. И чтобы не пропустить видео «Как делал это я», подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Тогда вам придёт уведомление о выходе следующего ролика. Вскрыл батарейку, отсоединил разъём из БМС, потому что если не отсоединять её, и почему, собственно говоря, нельзя промерить сопротивление через чеку, потому что она промеряет через БМС сопротивление. И если БМС подключена, то она будет показывать, что сопротивление низкое. На самом деле это идёт через контур измерения. Поэтому, чтобы правильно померить, нужно отключить БМС и тогда промерять. И вот сейчас как раз будем промерять и смотреть, есть ли здесь какая-то у нас проблема. А вот и наша проблема. У нас 70 кОм сопротивления. За чекой у нас уже бесконечность. За контактором, вернее. И здесь за контактором у нас тоже бесконечность. А перед контактором у нас вообще ноль. Здесь чуть больше. То есть у нас проблема в самой батарейке. Вот теперь нужно искать, где именно эта проблема. И для того, чтобы локализовать, где она ближе, можно померить напряжение между корпусом и каждой шиной. Каждой шиной. И там, где напряжение будет самое маленькое, там как раз и есть этот пробой. Сейчас буду мерить напряжение. Так, 48 вольт. 17 вольт. Уже ближе. 44 вольта. 29 вольт. 13 вольт. Так, нашел. У нас 1,29 вольт на вот этом элементе. И чем дальше, тем напряжение больше. То есть у нас получается вот этот вот элемент и замыкает на массу. Возможно, внутри пакета что-то случилось. Короче говоря, нам нужно снимать этот модуль. И в этом модуле у нас как раз и есть проблемка. Вот наш виновник торжества. Так, вот у нас 40 кОм. А на этих элементах у нас уже все нормально. Здесь бесконечность гигаома. Здесь тоже бесконечность. Здесь бесконечность. А на этой у нас 40 кОм. Получается, у нас вот эта банка висит на массе. Возможно, там пакет пробит или еще что-то. И замыкает на массу. Все, батарея собрана. Сейчас хочу проверить, сколько будет ли у нас какое-то напряжение. Сопротивление мерить уже не буду, потому что БМС-ку подсоединил. Все разъемы, поэтому сопротивление мерить бессмысленно. Оно сейчас будет высокое. Но сейчас хочу померить, есть ли у нас напряжение. Мерю одно плечо. Здесь у нас ничего нет. И мерю второе плечо. Напряжение падает, и разряжаются конденсаторы. Поэтому, в принципе, у нас все отлично по батарее. А тогда у нас была стабильная 48 вольт. Сейчас поставлю чеку и проверю, чтобы было вообще напряжение. Напряжение у нас 376 вольт. В принципе, обрыва у нас цепи нет. Все нормально. Но можно, ради интереса, померить сейчас сопротивление. Что у нас будет показывать. Будем мерить при 500 вольтах. Но с подключенной БМС-кой сопротивление будет достаточно маленькое. Вот, 0,26 мегаом. 1 мегаом. Но это из-за подключенной БМС-ки. Вот если сейчас ее откинуть, разъемы, то сопротивление у нас увеличится. Продолжение следует...